Это сервис поиска поставщиковых электроэнергий. Вы начинаете, а ваш коллега пусть пока подключается. Здравствуйте. Меня зовут Ночаров Александр, я лидер команды, и мы занимаемся сервисом поиска поставщиковых электроэнергий. На данный момент в Украине существует проблема. Проблема – это монополизация на рынке электроэнергии. Такие большие компании, как Облэнерго, не дают возможности развиваться поставщикам более мелко. Но в 2014 году был принят закон о реформировании рынка электроэнергии. И он вступит в силу в 2017 году. Данный закон подразумевает создание новой модели рынка. Такие большие компании, как Облэнерго, будут разделены на две части. Компания, которая занимается поставкой, и компания, которая занимается передачей электроэнергии по своим сетям. Причем эта компания не имеет права отказывать другим поставщикам о предоставлении своих услуг. Согласно новой модели рынка, также появится много поставщиков. Мы предлагаем сервис поиска поставщика электроэнергии. С помощью данного сервиса компания, конечный потребитель сможет выбрать себе более подходящего поставщика. Но это второй этап нашей разработки. На первом этапе нам необходимо получить данные. Данные от НКРЕ о поставщиках. Около двух месяцев, два месяца назад мы провели аудит одного из департаментов НКРЕ и составили техническое задание на автоматизацию сбора данных от лицензиата. Эта система является источником сборных данных для сайта, которые мы сегодня вам представляем. В Кракатон мы сделали прототип того, как будет выглядеть сайт. И вот сейчас я хотел бы вам его показать. Вот внешний вид этого сайта. Человек выбирает свое местоположение, где он находится. И дальше идет вот по вопросу. Сколько килограмм в час вы хотите потреблять? Какой тип договора? И срок договора. Пользователь получает результаты в виде списка компаний, с их рейтингов, которые будут основываться на цене, на качестве, на поставок. Также он видит цену, детали плана и контакты. Он может просмотреть более подробно о каждой компании. И заключать договор уже непосредственно с этой компанией на подставку электроэнергии. На этом все. Спасибо. Мой вопрос, какие данные и откуда вы для этого... Еще раз скажите, пожалуйста. Нам необходимы данные от НКРЕ о лицензиатах, которые будут регистрироваться по поставщикам. То есть цены вас не интересуют? Данные, цены, услуги, тарифы. У меня тоже вопрос, что и в предыдущей команде. Модель эксплуатации, как вы это видите? Как вы видите бизнес из этого? Или это будет всегда на дотациях, и что это будет? Это планировалось как социальный проект, и это есть социальный проект, начиная от ПСВБ, который можно делать и подключать непосредственно к ним, и заканчивая бизнесом. Но, тем не менее, это можно монетизировать с помощью оптимизации графиков энергопотребления. То есть будут заказывать у нас эту оптимизацию, и мы будем оптимизировать, и позволяет экономить до 7% растений, от 5 до 10, позволяет снизить расход электроэнергии от 5 до 10%. Посмотрите, я понял, услышал то, что вы сказали. Давайте я проще задам вопрос. Через 3 месяца, если вы попали в инвекционную программу, через 3 месяца вы выходите, или через 3 недели, через полгода, или через 5 лет, вы выходите из инвекционной программы, все, значит, это либо начинает работать, тогда, чтобы, но не бывает абсолютно бесплатных вещей, все, что стоит чего, это неважно, ресурсы хвостинга, это ваше личное время, или это все, что угодно. Вот откуда это будет финансироваться? Все-таки, это будет абсолютно социальным до конца своих дней, или все-таки оно хотя бы будет зарабатывать деньги на само окупание? Я пока не могу вам ответить на это. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.